О изгнании беса посредством курения печенью рыбы. Если это хорошо и правильно, и справедливо, и действительно оно так было, что бес испугался этого курения, то значит сегодня надо применять в Церкви Божьей для изгнания беса точно таким же образом, каким применил его когда-то в студии. Если понимать так, по единичному факту, какой был описан на странице Библии, мы должны тогда иметь претензии на каждый день к Богу, чтобы железо всплывало как топор в прелисе и втыкалось в дерево, но никто этого ведь не требует. Чтобы тогда, когда он взял немножко соли и посыпал воду, и вода горькая сделалась вкусной, и холончатая земля превратилась в плодородную, но никто этого не требует. Это единственный факт, когда случилось так. Какая это была рыба, мы ее не знаем, а иначе скажем, лови любую рыбу, открой у нее, там должен быть статир во рту. Это хоть на что можно обратиться? Стрепому Христос грязью исцелил в глаза сегодня, а почему сегодня грязи не хватает, тоже надо мазать. Это единственный случай, и опираться на него никак нельзя, а только как факт, до свидетельства, так было. Я ставлю вопрос, почему эти книги протестанты выбросили 11 книг, на том основании, что они не божественные. Но так нельзя сказать, потому что все святые отцы на них опирались. У Златоуса множество проповедей, у Василия Великого также на эти книги. Праздник Маковеем отмечается в церкви все время, а на Терахова непрестанно в Златоусхожей проповеди ссылается. И на них ссылка в параллельных местах. Далее, в 10 главе Евангелия от Иоанна, Христос, или ученик Христа Иоанн, ссылается праздник обновления и была зима. А какой праздник обновления? Ссылка дается на вторую книгу Маковейскую, как она установлена. Если евангелисты ссылаются на то, что там установлено в этих книгах, на каком основании сегодня протестанты их отбрасывают. И выходит так, что по сегодняшний день православная церковь, католическая и там Григориано-Армянская, они ни разу не издали Библии без этих книг. Что все не понимали? И вдруг стали понимать? Я вот разговаривал с руководящими братьями, они говорят, потому что там ссылка есть, не найдена они на еврейском языке. Это главное доказательство. Так? Или может еще какое-то доказательство, что они не богодухновенные? Нет, я нет. Я хотел вопрос один задать. Ну, раз разговор зашел о этих книгах, они все-таки как-то разделялись все время. То есть канонически и неканонически. Если эти книги богодухновенные, то на каком основании, ну, вот такое разделение произошло? Почему бы их не причислить в канон? Они причислены сегодня, но с предусмотрительной осторожностью. Не изменен канон, который установлен был еще до нахождения этих книг на еврейском языке. Если бы этот канон был составлен в сегодняшние дни, а многие книги вошли, например, 13-14 глава книга пророка Даниила найдена на еврейском языке, книга Сеерахова сегодня найдена на еврейском языке, тогда их не было. Получается так, я понимаю, вот как люди рассуждают сегодня, хотя они вслух не выражают, но смысл такой. Еврей сохранил? Свято. Еврей не сохранил? Мы выбрасываем. Да, будет, конечно, каждому из нас, и это есть слова все время в память, что евреи весь закон приняли в прислужении ангелов, Стефан, говорит, и не сохранили. Читаем 36 главу книга пророка Еремии. Когда Еремий написал против царя Иоакима, то есть Сыдыки, послание, то он даже не дочитав до конца, сидел перед жаром, и время было зимнее, и резал ножичком по куплетику, да и бросал в огонь. После чего повеление было в Арафус заново написать все это от Еремии. Так, говорит Златовус, они поступали в мирной обстановке с теми писаниями, которые обличали их, и участие этих писаний разделяли и писцы. Иных перепиливали, иных убивали, иных изгоняли. Так, что Еремия написал, прочитал, раскрутил над головой, да и забросил Ефрат с тяжелым камнем. Пусть там оно лежит более сохранно. Евреи считаются самой кровожадной нацией на Земле. За самое малое прегрешение человека побить камнями, даже по ложному обвинению. Хотя два лжесвидетеля знаем, как на Уфе стоило побить. И поэтому, что они не сохранили книги некоторые, это не доказательство, что они неистинные. Значит, другие нации сохранили, которые заранее были переведены. Если мы сейчас будем ссылаться на эти книги, то увидим, что многократно повторяются книги. Брани Господни, книга, летописи из царей израильских, иудейских. Несколько есть таких ссылок уже в Новом Завете на книги, которых нет в Писании, например. «И поселился в Назарете, ибо Назареем наречется, как предсказали пророки, в множественном числе». Но ни одного пророка это не предсказано. Златоуста, очевидно, спрашивали люди. Он говорит, где это написано? А ты чрезмерное нелюбопытство, ибо евреи многое уничтожали, иное теряли понебрежности. Книгу второзакония только благодаря их жадности сохранилась. Когда стали они деньги выбирать, были тщательно, то в земле зарытую нашли ее, испугались там, да еще принесли пророчества, так при языке ей было, и тогда только узнали, что книга это есть. Заплакали, разодрали одежду. Они крайне небрежны были к этим книгам, которые не похваляли их. А сегодня ссылаться, что вот это свято, значит разделять участь с теми, кто так относился к этим книгам. Я не знаю ни одного из святых мужей, кто бы к этим книгам относился менее благоговейно, и считал бы их неблагодухновенными, чем остальные книги. Таких нет. Почему православная церковь еще ни одного издания не издала без этих книг? Никогда. Не было. Здесь настораживает одно, что цифра, если даже ты не привязан к цифре, в Библии 77 книг, в книг канонической 66. Две семерки и тут же две шестерки обратно. Неужели шестерка всегда была выше семерки? Вот, я пытался в список получить вот 77 книг, и я не понял, как именно вот 77 получается цифра из книг священного писания. Но то, что 66 канонических... Это не нам известно, да. Ну давайте другие книги сейчас на пальтофель. Вторая и третья езды, а канон нашла только первая. Две? Так, вторая и третья езды. Да. Как они еще называются? Никак, только так называются. Так. Это и на немецком языке также они называются. У меня ветеранка, у ней полная эта Библия была ветером переведенная. Три книги макалейские. Три книги, да? Да. Не четыре. Три. Никогда четыре не было. Ну четвертая существует. Нету и не было. Только три. Так, дальше. Баруха. Так. Тавита. Так. Иисуса Ферахова. Так. Иудись. Да. Сколько получилось? Девять еще. Премудрость. Премудрость Соломона. А, так. И? И в новых книг. Какая же еще есть одна? Послание Иеремии. Ах, она отдельно берется, да? А та же Библия. С между посланием и платьем Иеремии она стоит. В одной главе она. Вот один этот книг. В Библии всегда было 77 книг. Другой Библии не знали. И он за то, что выходил на пропы, перед ним лежали Библии на серех языках, как правило. Все они на 77 языках. И у них свитер Библии, церковь вообще никогда не знала. Когда была она нераздельная, когда она на восточную и западную разделилась. И даже были преследования на те издания, которые издавались без этих книг. А впервые на русском языке уже в 20 веке она была издана. Каким образом отделялся канон от неканона в первоисточнике? Слово канон, хотя священники произносят его канон, это дословно перевод трость для измерения. Здесь трость для измерения считается, что был еврейский язык. То, что у евреев по наследству передавалось. Что именно так оно и должно быть. Это точность, в какой евреи переписывали книги. Они не по буквам только переписывали, но по высоте, ширине и расстоянии между буквами. И расстояние полей. Это каждая буква умерялась циркулем. Вот в какой точности она писалась. Это исследователи Библии пишут. Что нельзя было букву от буквы, или между словами, на миллиметр делать шире ее, чем она в оригинале была. Этот канон определялся в те времена, когда эти книги, конечно, все еще были. Но вот он так и сохранялся, на него все ссылались. А тех книг евреи не имели. По той причине, что они их или уничтожили, или потеряли. А о их неврежности мы говорили уже. Есть книги, о которых апостол Павел знал. Например, написано. «Стань спящий, воскресни измертых, и освети тебя Христос». Такого в Библии тоже нигде нет. Считается, кажется, эта книга называется «Видение пророка Исаия». Или «Апоколитис Исаия» даже называлась. Здесь ссылка делается примерно где-то на 20 с лишним книг в Библии. Называется, название этих книг есть, но которых в Библии нет. А остальное написано, говорит, в книге царей израильских. Там об этом прочитать. Неоднократно параллель по минуту ссылается. «Книга Брани и Газотного дни». Или «Книга пророка Ахи и Филамлянина». Книг этих нигде нет. Но на них кое-где встречаются отдельные сразу ссылки. Ибо Христос сам сказал, говорит, блажение давать, нежели брать. Считается, что-то было, чего теперь мы не имеем. Значит, все-таки, если бы они имелись в наличии, и если есть на них ссылка библейская, то это явно говорит о их Богодухновенности. Хотя их и нет здесь. То было бы не 77, и не было бы той полноты, о которой вы ведете речь. Вот это-то и удивительно еще. Что они есть, и они должны быть, и их нет. Как будто кто-то умышленно к этой цифре подгонял. Еще одно доказательство, что не случайно. А мы знаем, что случайного нет. Многое было потеряно, едва было найдено. Но каким-то образом именно к этой цифре подошлось. В первом веке на втором соборе уже это было установлено. Количество книг. Например, апостол Павел пишет, если не ошибаюсь, скажется, колосянам или филиппийцам, он говорит, что то послание, которое я написал к ладикейцам, пусть прочтут у вас, а это у них. Да. Значит, это послание было к ладикейцам. И неплохо, если бы оно было. Но его нет. И, видимо, там Господоугольным было, если его нет или неугодно, кажется, допущено. Но все равно было бы 78 книг. Нет, будет 77. При всем наличии вот этих вот ссылок, оно каким-то образом вот именно в этот цифр должно было войти. В каком году утверждался канон и кем? Новозаветний канон утверждался на Силенских соборах. На первом соборе еще некоторые книги новозаветни не были утверждены. И некоторые ветхозаветни окончательно не были приняты, хотя на них ссылались. Это надо в книге короче смотреть. В каком году, сколько было епископов, это написано. Не люди ли отделили специально книги апокрифические от канона, дабы сделать 77? Эта цифра на них и не возникала. Книги, говорю, эти были уже, и отделять не надо было их. А только нужно было принять. Дальше всего не принималось откровение. А у нас даже его возникать не может сомнений. Его не признавали христиане. У него не было толкования до 4 века. И только в 4 веке Андрей Кисарик и Падокийский уже берет те толкования, какие для него были, слышанные, записанные ли где. И он все это сумеет и говорит, иные понимают так, ажи разумеют так, а церковь, то есть, на соборе утвердила так. То есть, в то время уже было, считается, семитолковое апокалипсис. Семь толкований на одном месте. Но он выделял мое разумение, разумение слышанное и разумение принятое церковью. И что тоже интересно, те разумения, какие были тогда, они называли их точными словами, но расшифровка пришла сегодня. Например, блудницы, это Рим. И он не сказал, чтобы не вызвать их гонение дополнительное. Но что означало Рим, именно Третий Рим, не Второй, не Первый, этого не было сказано. А Третий Рим есть Москва, Второй Константинополь. Что сказал? Нет. Значит, Второй Рим, Новый Рим назван был Константином. Это Константинополь. Третий Рим, об этом Епифаний Славинецкий говорит, Москва на Синих Ормах, а Четвертому не быти. А сегодня все показывает. Да, значит, да. У нас разговор немножко не в ту сторону, у нас времени мало, мы хотели бы другие вопросы задать. Значит, у нас возникли такие вопросы. Вот, например, когда Одесс Геннадий, он говорил, вот, у них в молитвенном доме, значит, он упомянул, что никогда, ни в какое время, ни один епископ не переходил в протестантизм. То же самое, ну, в вашей беседе с Пятидесятником. То же самое. Ну, вот мы немножко покопались в истории, в книгах, и нашли, что все-таки переходили епископы в протестантизм. Можем назвать имена, допустим, в англиканской церкви, ну, должно быть вам известно, это Томас Крамлер. Там еще четверо было с ними вместе, казнены были потом. Четыре епископа. Потом, по-моему, в Швейцарии епископ Мо. Швеции. Швеции, да? Швеции, вот. Ну, то есть, это те, которые известны нам. Так вот, ну, как вы на этот вопрос будете отвечать? Мы немножко уже на эту тему поговорили. Но мне интересно, что... Вот какое дело. Они не переходили. Здесь сфера разделения, также, можно сказать, и о православии. Переходили или нет? Нет, учение не менялось. А сфера владения была, говорится, резкая грань, положена в 1054 году между Восточной и Западной церковью. И сказать, что православие отделилось от католицизма, или епископы перешли в православие, или православным католикам, этого нельзя сказать. Здесь сферы влияния были разделены. Вот так же произошло с англиканской церковью. Британский остров отошел от католицизма, только и всего. И все епископы, какие были, они, конечно, остались там, а изменения, какое у них было внесено в это. Самое главное, все заблуждения папства, которые были приняты католиками в последние годы перед отделением. Это непогрешимость папы, вот то, что там, я не знаю, насколько это было раньше у них о непорочном зачатии Богородицы, вот эти факты. Но епископы из них не отделялись и никуда не уходили. Это сфера влияния только отошла от них. Мы говорим о протестантах, которые как баптисты. Что они никогда в своей среде не имели рукоположного епископа. А англиканских епископов, об них разговора у нас не было, православная церковь признается. Тут только вот какая тонкость. Когда митрополита Филарета, одного из самых сильных богослов в православии, спросили, как нам относиться к англиканским епископам? У них хиротония сохраняется. Мы не могли об этом не говорить, а если не говорили, вопрос не возникал. И мы их никогда не ставили в число этих протестантов. Хотя они, можно сказать, уже и протестанты теперь. Он говорит так. Они не признают благодатность священству. То есть так, как у нас... Англикане. Англикане. Есть ли у них таинство? И когда этот вопрос возник? Когда решили англиканское церковь с православной полностью соединиться? Этот вопрос давно-давно у них муссируется. Вот последние годы уже несколько раз у них совещаний, было съездов, и они даже по обрядам в стороне очень близки к этому. Разногласия в догматическом богословии почти никакого нет. Хиротония у них соблюдается. Во взаимном признании возможности причащаться друг у друга. Но они говорят, мы в этом таинство не видим. Но таинство не видите, а у вас все епископы рукоположенные, да? А от кого, от которых вы называете, они все как были католические, только сказали, что паки не подчиняются, больше ничего не сделали. Следующих после отделения епископов они втроем-четвером продолжали рукополагать. Так что этот вопрос так и остался в закрытом виде. Ни один епископ никогда, нигде в сектанты не переходил. То есть говорил о родоначальниках, о баптистах, о минонитах. Священники были, но на этом все закончилось. Теперь у меня тоже будет вопрос. Ну, вы так уверенно это говорите, ну, с таким утверждением. На что вы можете ссылаться? То есть почему у вас такая уверенность, что ни один не переходил? Теперь, что вы скажете о епископе Мо? Такого епископа не знаю. И на чем основана уверенность? У нас есть знакомые баптисты, у которых постоянно выход за границу. Это несколько лет назад. Выехали туда люди, доступ имеют к большим библиотекам. Проверили до самого конца, то есть от первого перекрещенца до Джона Смита. И у меня есть выписка на руках от них. Все, которые были священниками, перенесли, а вот такой-то тогда-то выходил. С этим мы совсем согласны. Но ни одного, говорит, епископа мы нигде не нашли. А во-вторых, мы знаем это из трудов наших богословов, из священников. В этом усматривали особое проведение Божие. Господу Богу это было неугодно, чтобы церковь была не одна. Все, что сейчас есть рукоположенное епископство, это католики. Примерно 1753 епископа. Хотя епископ имеет по ступеням, может, и старший епископ, это архиепископ. Метрополит, то есть отдельный метрополит заведует. У них еще новое введено, это кардинал. И патриарх, или папа. Это одно и то же, то есть старший отец. Православная церковь. Там есть старые католики, новые католики. То есть новый обряд. И старые обряды, и новые обряды. Это все одно. Григорияна Армянская, Сирская, Копская, которые приезжают, вместе они служат. И так же, как вот в Индии, от апостола Матфея, это Фомыш, сохраняется у них хератония. Никогда от них все, кто ни один епископ не переходил. Я беседовал с епископами. Притом у каждого епископа, у него на руках называется стабильная грамота. Ну, я немножко переплетчик. И наш епископ мне дал переплесть это. И снять копии с этого. Кто его рукополагал? Правило такое. Епископ поставляется двумя или тремя епископами. Ни одним. Хотя в чрезвычайных обстоятельствах, в житиях свистых, мы встречаем даже такие факты. По одному во времена гонения, когда нельзя было нигде другого рядом найти, а обстоятельства требовали немедленно оставить после себя епископа. Я ухожу на казнь, а без епископа местность нельзя оставить. Так вот, те епископы, какие тогда были, они все рукополагали двумя или тремя. Епископ рукополагает один священника, то есть пресвитера. У каждого пресвитера, вот взять, допустим, вот фаст, ваш брат, как отец Геннадий, у него на руках обязательно есть такая. В такой-то день, в праздник такой-то, в храме таком, до такого-то числа, на божественной литургии, и таким-то архиереем, епископом, рукоположеного пресвитера церкви Геннадий, в диакона, допустим, потом второй будет пресвитером он. Ну еще вопрос. Вот вы сейчас сказали, ну так, между прочим, что епископа Мо, вы никакого не знаете. Но, тем не менее, на страницах литературы он упоминается. Скажите поподробнее, кто он такой, куда он перешел, и были ли после него, где епископы? То есть, конечный результат такой, что рукоположенных священников, если их назвать можно было бы, пастырей, пресвитеров, сектанствий нигде на земле сегодня нет. Это совершенно точно. Потому что рукоположать может только старший. То есть, без всякого прикословия это написано. Без всякого прикословия. Меньше благословляется большим. Епископов нет. Были случаи, когда епископы не соглашались, уходили, но они все погибали. Вот такое еще к этому можно добавить. Но они уходили не всех, то есть, они соглашались с генеральным курсом тогдашней партии, церковной группировки. Такие, как, допустим, епископ был Павел Коломенский. Когда Никон стал делать реформу, он с ним не согласился. Его сразу изолировали, он никого не рукоположил, и на этом конец. Ну, а что касательно старообрячества? Вот, например, 300 лет ее гнали, давили, а теперь, ну, вроде как признали. Я правильно говорю? Правильно говорите. Но признали не их, а речь шла об обрядах. Только об обрядах. А в вере никогда они не разнились. По вере всегда они одинаково признавали Святую Троицу, считался один и тот же символ. Да, разговор об этом не говорит сейчас. Мы имеем в виду вопрос рукоположения именно. Хорошо. Вот самый правильный метод может быть такой же и у сектантов, хотя со мной и не согласны некоторые, только такой. У них хотелось, конечно, всем им иметь своего епископа, как говорится, свою наседку, чтобы она могла, говорится, выводить своих птенцов. Одни ее только могут быть, это как пчелинная матка в улье. Но они зазирали все, которые были здесь. Грекам не хотели идти, потому что у греков другой обряд Трои Перси. Только из одного пальца они не хотели обращаться к другим. Наконец, они находятся на покое, в Белой Кренице потом пригласили, считается, это в Австрии. Был такой митрополит Амбросий. Они отправили к нему двух иноков, Павла и Алипия, проверенных, но они никто, обыкновенные миряне, но давшие Богу обещание никогда не жениться замуж. Девственники. Они живут с ним, исследуют его, а он их. Они верят, он ни в чем не зазорен. И они здесь нарушили небольшое правило, что епископа могут ставить два или три. Они сочли, что в настоящее время нам нет возможности найти двух или трех. А так как все-таки такие случаи были в житиях святых, что один епископ рукополагал другого, и Тимофей и Тит тоже по одному были, когда говорят, спреть там, рук не возлагая поспешно, они епископами были, как митрополитами, ставили даже епископов, и Павел сам рукополагал, в епископа один был, то воспользуясь, я думаю, очевидно этим, хотя толкование на это я не читал у них, он ставит их, проверенных, диаконы, время проходит в пресс-лидеры, в епископы и отсылают в Россию. Здесь они рукополагают еще человек 7, таким же по ступеням, то есть в один день нельзя это делать, и вот так возобновилась эта отрасль, названная Белокринитской или Австрийской иерархией старообрядчества. Она была недавно открыта, то есть недавно это было признано? Признано. Признано недавно, а восстановлена иерархия давно, видимо, уже около 150 лет назад. Так вот, этих старообрядцев, ну, даже, допустим, 150 лет, но там больше, и гнали, давили, гли во строгах, а теперь, оказывается, признали. Так вот, почему, почему есть, ну, не можем располагать, что, ну, то есть, кто даст гарантию, что когда-нибудь еще такие цепи не возникнут? Вот как говорить о будущем, но в прошлом этого не было? Вот гарантия-то в чем у нас. О будущем мы ничего не знаем, мы не знаем, из этого стола встанем или нет. Но только, вот если бы мое мнение было с прошлого, я бы сказал так, в это я не верю, потому что в сектанстве слишком много отклонений, и никак это не может утверждать свыше, потому что не по Писанию. У этих утверждено было потому, что оно сходилось, все, они правильно веровали, символ веры соблюдался, и расхождение было только в обрядовой стороне. Да, но, в общем-то, не исключено, что такие рассуждения, ну, вот как сейчас, например, у вас, они были и в то время, когда гнали старообрячество. То есть, никто не верил, что они рукоположены, и так далее. И гнали, жгли, и так далее. Ну, и вот здесь на поверку окажется такой факт. Ну, хорошо, это факт. Я возвращаюсь к тому моменту, когда Павел и Алипий пришли к Амрусию. Как тщательно проверяли они его. Теперь, как тщательно и долго проверял он их. То есть, правильно ли все верят? Давайте, предположим, так сегодня вот найдется такой епископ православный на запрещении. Искренне. Да, были такие. Совсем недавно в один же евроинском монастыре у нас скончался архиепископ Ермагент. Это по-настоящему герой. Или наш, как раз оказался новосибирский, барнаульский архиепископ Павел Грек. Я лично с ним встречался. Это настоящий пастырь. Он не боялся никого. Когда хотели, возникла там холера, и стали закрывать храмы, и власти пришли закрывать. Сразу телеграмма ему. Он говорит, не благословляю, я телеграмму имею у себя эту, за печатью. Он говорит, когда закрыты будут все общественные учреждения и театры, только тогда закроют храм. Храм от Саэля. Он никому не подчинялся. Это был постник, молитвенец. Там одни мощи, можно сказать. Ничего похожего, что мы видим сегодняшних архиереев. Он только выйдет, за жезл возьмется, и двое, видимо, по сторонам стоят, чтобы он не упал. А как начнет говорить, живая река. Час-два у него идет. Все забывают, где люди находятся. И вот сегодня, если бы такой архиепископ Павел или Ермоген оказался на пути у сектантов, ну возьмем самые первые из них, бактисты. Ну уж остальные там дальше от них идут, сохраняют, считаем, все те заблуждения, плюс их все добавляют. Это любого возьмите. И вот они пришли бы к такому и сказали, мы увидим, что вы не согласны с генеральным направлением сегодняшней церкви, что стольку уступок делают властям и священников выдают властям, и вот их сажают, вы не заступаетесь, как современный патриарх. И неправильно, неканонически он избирается, патриарх, потому что нет прямого голосования, а он сидит за столом президента, кто против меня. И его так должны избирать. То есть ни в одном местном сегодня в профсоюзном собрании так не избирается, как у нас патриарха именно избирали. То есть тут нельзя ничем объяснить, как только жаждой власти прийти. Все. Ни одного патриарха так и раньше не избирали. И вот к такому пришли бы кермогену и стали бы его испытывать. Предположим, баптисты сказали, вы как понимаете, я православная архиерея, иначе я не могу понимать. А на каком основании? Теперь по порядку все вопросы. Херотонию? А вы за этим бы и пришли получить херотонию. Он сказал, я согласен, я верю в вашу искренность, но у вас есть ересь. В первую очередь вы должны покаяться хотя бы за своих предшественников, как делал ездер. Иначе грех не снимается. Кто-то должен принести покаяние. Это сделали мои предки, но я обязан покаяться сегодня за них, чтобы этот грех смыть. Таков закон у Бога. Обязательно кто-то должен понести этот грех на себе. Дальше он скажет, как вы почитаете Божью Матерь? Да никак. Как-никак. Православная церковь и церковь вселенская всегда чтила ее как преблагословенная, честнейшая, чревим и славнейшая без сравнения с Серафим. Славнейшая. Значит, первый вопрос. Должны были вы его разобрать сев за стол. На высшем уровне. И принять только так, как принимала церковь. А не так, что образы детей своих, вот этих вот безбожных, везде будут, а образа Божьей Матери нигде не будет. Так не годится. Творение всегда должно по ранжируй идти. Высокое, низкое идти. Дальше стал бы он вас спрашивать следующий вопрос. Как относитесь где-то к крещению? Потому что спорные вопросы в первую очередь. О Христе вы понимаете правильно. Баттицы Троица Святой признают, насколько я знаю, их единосущные, нераздельные, равночестные, поклоняем, равнославимые и распасимому веры. Потом о крещении. Что вы как думаете? Крещение это и к обещанию Богу доброй совести? Или же это дарует прощение грехов и благодаря дар Святого Духа, то есть помазание? Эти вопросы надо обязательно подвести к одному. То если бы все было принято так, понято, я скажу, что за эти годы пришлось беседовать не с одним етископом. Например, отец Дмитрий считает, что я все это рассуждаю из области фантастики. Знаю упрямство фектантов. В буквальном смысле твердолобость. Самые маленькие уступки они не могут сделать. Не говорю о всех, а о тех, которые встречались ему и мне. Беседовал я с патриархом Ильей грузинским сегодняшним. И вот эту картину нарисовал. И вот придут к вам такие пресвитера, которых нужно ставить старшими пресвитерами и наречь их епископами с полными полномочиями власть прощать и отпущать, какую власть имели все епископы Церкви Христовой. Да, он дал положительный ответ. Согласен. И это было бы уже сегодня сделано. То есть мы со своей стороны искренне скорбим о том, что есть у баптистов, зная их искреннее намерение спасти свои души. То есть епископов вы дали бы им, да, то есть заново рукоположить в диаконы, на другой день в пресвитеры и рукоположить епископа. Но у них будет другое служение, они будут по молитвенникам своим петь, это не важно. То есть это все было бы упущено из виду. Бойте свои песни, оставьте свои, там, говорится, физгармонии, играйте на балалайках, не это важно. Главное, прекратилось взаимное поношение и мы были бы причастники единой божественной трапезы, то воспоминаешь ты, я могу и дома воспоминать. То есть у нас есть епископы, которые практически этот вопрос положительно уже себе внутри разрешили. Следующий шаг только за баптистами или там за менонитами или за кем. Вот вы вопрос задели образа Божьей Матери и образа своего детяти. К примеру, на образе детяти я могу твердо и уверенно заявить, что именно это образ того детяти, который существовал воочию. Можете ли вы заявить, глядя вот на этот образ Божьей Матери, что это именно та Божья Матерь изображена, которая действительно была две тысячи лет назад в Иерусалиме? Нет, не могу. Я вот что хочу еще к этому сказать, что это рассуждение, оно тоже неправомочно. Мы почитаем не просто изображение, а изображение, где есть нимб, то есть показывает, что это изображение Божьей Матери и подписано. А если она даже точно она и не подписана, я и такое не буду почитать, то есть я не знаю, не уверен. То есть вот такие правила еще существуют у православных. И мне говорят так, что даже относительно почитания креста, я бы почитал крест, если бы был тот крест, на котором Христос растет. На это как раз Кальнеф отвечает, тогда мы должны почитать только то Евангелие, которое Матфей написал или Иоанн, а копии мы не должны почитать. Но однако каждый знает, вот у меня изображение, вот Саша видел, Христос идет на Голгофу, падает под крестом, рядом стоит Матерь в таком изнеможении. Или картина Веронеза из журнала, кажется, работница. Христос растет, и тут без сознания Матерь, оружие пронзило душу. Ну и всем понятно, что это Матерь. Я больше сомневаюсь, что ваше ли это Дитя, и правильно ли оно здесь изображено, чем в этом образе Божьей Матери. Хотя вот на медных иконах, вот особенно у Старобряца, там совсем, кажется, и незаметно, но все знают, это Божья Матерь. Вот как-то принято сознанием своим, внутренним оком, я вижу это, и я ее отличаю от обыкновенного изображения. Значит, как я понял, вам разницы нет, кто на ней изображен. Вы кланяетесь не образу, а нимбу. Нет, не нимбу. А тому, кто изображен, а изображена только Божья Матерь. А похоже на ее или нет, такой вопрос не ставится. Никогда не ставился. Но если уж так ставится вопрос, то оригиналы сохранились, написанные евангелистом Лукой. Он же был врач и художник. В настоящее время считается, сохранилось четыре изображения Божьей Матери, которые он писал с натуры. Но церковь никогда не указывала кланяться именно этим изображениям. Вот я помню, Гагарин, когда пролетел в космос, то примерно три-четыре газеты были изображения его, совершенно не похожи друг на друга. Я помню, а с лейтенантом был, там капитан, и смотрел, так это, говорит, другой. Даже фотографии, настолько были они не похожи. Да на себя даже, посмотрите, в разном виде Христос являлся, и ученики не узнавали. Это уже просто будет пределька, похожа она или не похожа. Все знают, и, говорится, так мы приняли от родителей, что это образ Божьей Матери, и я с пеленок уверен был, что это ее именно образ. Хотя там, если так разобрать, то и, может быть, образ совсем ни на кого не похожий. Он ни с кого-то писался. А художник писал по вдохновению, после поста, молитвы. И так вот он был вдохновлен. Писали не так, что с натуры, как вот Иванов или Леонардо да Винчи, первые иконописцы не писали ни в каких образах. Они писали чисто по вдохновению. Таких образов на земле нет. И все понимали, это не земной взгляд. Вот картина, допустим, «Сексинская Мадонна». Рассматривает ребенка. Один недостаток замещает Бучетич, один из лучших вкурсов РСССР. Он говорит, еще раньше Дерещагин об этом говорил, недостаток такой, что у ребенка взгляд не ребенка. Тогда сказали, и художник неслучайно изобразил его так. Это взгляд Бога. У обыкновенного ребенка такого возраста такой взгляд не может быть все понимающий, который с сознанием принимает он, для чего несет его мать. То есть на распятие. Теперь вопрос такой, Игнатий Тихонович. Подтвердите нам местом писания Нового Завета то, что сделал Лука, нарисовав икону Божьей Матери. Где предписано было Христом или Апостолом рисовать иконы? И на каком основании это сделал Лука? Вот эти вопросы, они, конечно, чисто протестантского звука. Ну да, имение значения сейчас такого звука. Нет, почему именно так? Я вам поясняю. Почему именно так? Потому что у них нет признания житий святых. Как окончила жизнь Божья Матерь? Спросим их. Вот я вас буду всех спрашивать. Вы ни один не ответите. Ну я думаю, что если бы это важно было для спасения, то сие обязательно было занесено в книгу Библию, если для спасения важно, как окончила жизнь Божья Матерь. Так, один ответ. Апостол Павел как окончил жизнь? Вы знаете, из Писания. Только вы отвечаете по Писанию, а я буду говорить, как святая Церковь признает. Я думаю так, что как окончил жизнь апостол Павел, это не так важно. Как он жил и как он побеждал Боряч, вот это важно. Нет, здесь большая ошибка. Как раз апостол Павел указал, взбирать нам не на жизнь их, а на кончину жизни их. Вы здесь очень ошиблись. Жизнь может быть хорошая, но как у Маяковского, на кончину и весенину нельзя смотреть, это самоубийцы. Как окончил Петр, вы не можете сказать, потому что нет церковный взгляд на саму ее историю. Церковь не закончилась на тот момент, когда апостол поставил последнюю точку и жил, апостол невозбранно принимая столько-то. Нет. Дальше тот же самый дух, святой. Он продолжал писать историю церкви. В ваших рассуждениях прямо на каждом месте везде проходит такая линия. На этом конец, другого ничего нет и Дух Святой ничего больше не оставил. Баррил же пишет, что мы последние посланники. Нет, это не последние посланники. Он послал после себя других, приди ко мне, пишет даже этому Тимофею. Если это последняя, церковь закончилась. То есть он говорит, тех, которые Господь сам послал сейчас, то есть в этом времени живущие, последние, которым Бог предназначил это и которые являются поношением для всех, как ссор для мира и для ангелов и для всех. Вот в каком смысле последние. То есть на 83-й год, вот на сегодняшний, там, какой у нас, на 14 октября, вот мы с вами последние посланники, если мы только посланы. Ну, потому что дальше некуда еще, другой день не наступил. Вот только в этом смысле. Значит, Игнатий Тихонович, вы заверяете нас в том, что на писаниях Павла Библия не кончилась. Она еще должна продолжаться в предписаниях других людей после Павла. Это не Библия. Только еще нужно сказать здесь, что ученики и друзья апостола Павла, как варнава, писали послания. И послания эти расценивались равнозначно, как написано в Новом Завете. И к ним же они не прилагались. Вы вот не имеете права морального основываться на Библии как на конечном результате всего, что сказал Бог. По той причине, что канон Новозаветний установлен в Новозаветней Церкви, которую вы не признаете. Вот по какому праву. Что если утреннее заседание, которое происходило, допустим, в 9 часов утра, оно постановило 27 книг, войдет в Новый Завет. Те послания варнавы и другие, которые входили по река от Пасмирского к Новому Завету, их в отдельную книгу вывести. И апостольские послания, и апостольские правила. Например, два правила апостола Петра и Павла. 75 правил апостольских. И там 25 правил одного Павла. Вот такие правила есть. Они были в Новом Завете. Церковь их вынесла в отдельную книгу, уже в, назовем, вечернее заседание было. Называется Корнче, то есть на Маканон. На каком основании вы утреннее заседание принимаете, а вечернее не принимаете? То есть только от незнания. Но этот самый человек к этим же самым перстам и движимый тем же самым духом также утверждает, что это равнозначно, оно выносится в отдельную книгу. Столько всего. Так вот, церковь имеет не только священное писание, но и священное предание. Как закончили жизнь апостола. Как жили их ученики. Но как не свят тот ученик, который умер мученически за Христа и 35 лет ходил с апостолом Яном, допустим, полихарс-Мирнский. Как крестили, в каком виде, в каком возрасте, как причащались, в каком порядке. У меня вопрос, Игорь Михайлович, ученики, они разъясняли писание или дополняли его? Разъясняли, не дополняли. Писание не дополняется. Канон установлен и на этом конец. Так значит, вы конкретно ответьте. Можно Новым Заветом доказать, первичность вопроса, как я вам задал, доказать нарисование иконы Божьей Матери Вукой. Или нельзя конкретно? По Новому Завету вы этого ничего не найдете. Но для нас есть вся Библия. Дальше известный случай из жизни Христа. Допустим, в житие берем царя Эдесского Авгаря, который посылает, он был больной проказой, ко Христу, и Христос сам не мог пойти, берет убрус, то есть полотенце, на нем изображает свой образ, его относят, он утирается им и исцеляется. То есть сам он показал, что означает его изображение. Теперь, относительно того, что когда стали быть изображения, мы смотрим в книгу Исход, что Бог повелевает сделать изображение. В 20 главе говорит, не сделай, то есть то, что от Бога уводит. В 25 главе говорит, сделай. Теперь, все, что сделано было на земле, написано, говорит, сделай по образу, виденному на небе. На небе он видел, что? Духов, ангелов и написанные имена. То есть праведники все шли в преисподнюю. Якобы, распечатали, сойдут в преисподнюю к сыну моему. Все шли туда. Христос, садя в преисподние места, проповедовал. Для того и мертвым было благовествуемо. 1 Петра 4,6. Раз души шли в преисподнюю, не на небо, не было их и в храме Соломоновом. Книга жизни была на небе, Господи, 32 исход, 32 стих, говорится, изгладь меня из книги, в которой ты списал меня. Значит, эти имена на нарамниках, на одном шесть, на другом были здесь. Мы видим, все точно по образу небесному. Теперь, когда эти образы сами были выведены из преисподних мест на небо, пророки, их имена теперь вместе с их изображением появляются в Новозаветной Церкви. Новозаветная Церковь своих сынов и датилей уже отправляет не в преисподние места, а прямо ко Христу. То есть желая разрешиться и быть со Христом. Не в преисподние, но со Христом, что несравненно лучше. И поэтому у нас устроение по образу небесного. Там образы, Божья Матерь там, образы и у нас. Там апостолы и пророки выведены, они и у нас. А что это должно быть и по Новому Завету должно быть показано, многое по Новому Завету не показано, мы на этом не останавливаемся. Есть опыт Церкви, потому что Церковь не на том, что Лука поставил точку в Деяниях и на этом конец. Мы видим о том, что на Первый Вселенский Собор приезжали уже с иконами. История Вселенских Соборов говорит. А на Первом Вселенском Соборе большинство были мученики. Уже отбыли ссылки, мучимы были, руки пережжены, перебиты голени у многих. И они были с образами. А этот обычай они уже не сами придумали, а взяли от тех, кто предшествовал им. Теперь такой вопрос, Игнатий Тихонович. Вы коснулись сейчас книги исхода, повеления Господня о делании херувимов. Но опять в то же время, во-первых, там делались только херувимы, во-вторых, Господь дал специальное дух мудрости и умения людям специальным, которые должны были сделать сие повеления. Вы можете сегодня уверять, что те полупьяные художники мирские, которые рисуют сегодня по всем церквям России, есть этим духом вдохновленные, которые делали в то время в народе ядраевском? Нет, не могу. И против этого. Никак не могу. И есть такие иконы, вижу, которые изображаются, которые даже и не признаю. Да как можно сравнивать в таком случае Ветхий Давек, где Бог дал духа для исполнения своего слова, и сегодняшнюю иконопиль, для которого такого духа и повеления не давалось. Вы спросили сегодняшнее, а я тогда уже напомню, если с сегодняшними я соглашаюсь с вами, то со вчерашними то и вы будете соглашаться. Вы слышали о Рублеве, о Дионисе, о других изографах. И их икона у нас сохраняется. И есть распятие, которое еще прошлого века, и сегодняшнее, которое с пьяной не участвует. Вот такие мы имеем. А если знаем, что пьяные, то делаем все от нас зависящее, чтобы их там пьяниц не было. Вот как. И в то же время, думаю, это уже мое личное мнение, по неведению своему, если я этого не знаю, на мне это никак не отразится. Допустим, Священная Библия, что может быть святее ее? Ну и вы это утверждать, думаю, не можете, что ее не пьяные там издатели издавали. Тем более, сейчас шабашники дополнительно 50 тысяч еще издали и захватили. Печатники одни добрые, а другие только карман набить. Но от этого она Библии святости нисколько не потеряла. Может быть, пьяный изготавливал ту чашу, из которой мы причащаемся. Что из этого? Может быть, то, что Христос взял в землю, пьяный там плевал на эту землю. Мне не касается. Человек получил исцеление. Я был слеп, а теперь вижу. Я об этом никогда не задумываюсь, сомнений не допускаю. Это конец исследования. Я бы должен думать, пьяный ли лесоруб рубил то, что на икону пошло, да пьяный ли делал эту бумагу, пьяный ли краску разводил. Меня это меньше всего касается. Но в церкви я не хочу, чтобы эти пьяницы были. Может, пьяный по хлебу топтался там и плевался на нем, я ем сегодня. Поэтому молитву и Словом Божем все освещается, всякая пища, тем более духовная. И Библию я целую, и прикасаюсь к ей с благоговением. Хотя, может быть, последний пенчушкой ее печатал. Так вы считаете, свято нарисованный образ, а если образ краска уже отколупалась, что остается святого на иконе? Вот здесь правильное как раз понимание этого. Я сказал, да, что хорошо разъяснились вселенские соборы. Все свято на соборах было и чисто. И мудро, и поражает мудростью божественной. Так было угодно Духу Святому и нам. Так вот, там так было сказано, что если исчезает краска, то икону я уничтожаю. Если крест половиной креста исчезает, допустим, если она крестообразная, я почитаю Желтворящий крест. Если его нет, я сжигаю, как обыкновенная дрова. Я чту лишь прообраз того креста, изображение, кто изображен на нем, но не сам предмет. То есть доску, железо и... Да, как ты... Только Игнатий Тихонович, не считаете ли вы сейчас неуместным ссылку иконопития на учение Ветхого Завета о херувимах? Или вы все-таки опираетесь на это как на значимое, с чего идет иконопития? Да, это очень значимое. По той причине, что все Ветхозаветнее было образом тени будущих благ. И вот мне не раз приходилось беседовать с протестантами разных толков направлений. И удивительно, в чем-то они разногласят. И очень сильно разногласят. Но в поношении образа Божия, простите за это, не хочу никого из вас обидеть, но вот как при распятии Христа и садуке, и паристей, и иродиане все сошлись вместе. Как будто особый какой-то дух заставляет такое иметь единомыслие, поносить образ Божий. Кого ты поносишь? Против кого, говорит, язык высовываешь? Как Ио говорил. Представить только, вот это образ, я делал такое сравнение, вот образ Сталина, сталинская была, говорится, реакция тогда. Перебежал человек через Аляску, а ему говорят, у нас Иосиф Писарионович, он генералиссимус, вы его чтите. А это образ, ты на него плюй. Ну, не то есть, как поговорка, из-под колокольни подвели, сразу же его взяли и расстреляли такого человека. То есть это хитрость сатаны была. Научить как будто бы чтить, а на самом деле поносить. Баптисты, как правило, берут такие места, 113 Псалом, 44 Иса и другие места, что есть глаза, но не видят, есть уши, но не слышат, и есть там ноги, но не ходят. Я хочу объяснить, на каком основании. Но эти херуви, мы ничего этого не имели. На концовках, да будут подобны им, делающие их. Вот изображение Божьей Матери, апостола Павла. Я хочу быть, вот Христос, Иосиф, я хочу быть похож на них. Да будут подобны им, кого изобразили, делающие их, если я делаю, я хочу быть похожи на них. Если это идолы. Идол есть не что, Павел говорит. А это, это только то, что находится где-то, или это изображение в красках. Это в бумаге. Но бумаги я могу зрячее, говорится, уметь читать. А это вот, я если глухонемой, не понимаю, мне покажи, расскажи, на руках покажи. Я пойму и уверую. Так было в Скинии. Когда Ковчег попал в плен, силистемляне, люди заглянули. Нам по-нашему рассказать обыкновенный ящик с ручками. Но за этот ящик, за то, что заглядывали, 5 глава, 1070 человек. Они ничего не делали, не плевали, не ломали, не жгли, как сегодня сектанты. Только заглянули. 50 тысяч трупов. Это хорошая Курская битва была. За что? Если обыкновенный ящик воза прикоснулся к нему, ну что особенно? Он говорит, а я же это и Христа могу сказать на нее, я могу и Библию разорвать. Ну что ж, не под всеми провалится земля от отступниками, кто себе новую хиротонию восстанавливает. Особая милость. Игнатий Тихонович, если вы считаете, все-таки я возвращаюсь опять к тому же вопросу, что начало делания херувимов на крышке ковчега есть начало иконы делания, то в таком случае не сможете ли вы нам объяснить, как живший после этого благочинный Исайя, умудренный духом святым, увидевший Господа, тут же не поспешил сделать святое дело и нарисовать виденное? Вот как в Ветхом Завете все, что было сделано единожды. И этот единожды образ показывал первообраз, пока он не исполнится. И другого не должно было быть. Мы не знаем мистическую силу цифр. Вот его брат, отец Геннадий, очень хорошо разработал. Может быть, здесь талант особый, или то, что он математик, физик. Он показал по Библии и верование народу, что означает цифра один, два, три. Почему троица? Ни пятерица, ни двоица. Сколько тайн? Почему пять органов чувств? Почему цифра семь является полнота божественная? Хотели бы безбожники сделать по-другому дорины, фасоль, леси? Нет, не добавишь, только семь звуков. Почему красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетов семь цветов? Ничего не сделаешь. Ты ни одной дырочки на голове, кроме синии, не сделаешь. Так уж Бог сотворил. Что означает цифра три? Полнота, и при том полнота как будто бы не свойственная земле, а полнота неба. А хотя земная полнота, которая от Бога дана, на земле выражается в цифре семь. Вот здесь есть скрытая, которая думает, и к вечности будет открытая. Почему троичность? Почему только три храма будет? И в третьем храме воссядет он. Первый храм Соломонов, второй храм Зарававелев, и при том весь выжиг в иконах был, а Исаия не мог сделать четвертый. И он прекрасно это знал. Первообраз был там зафиксирован. Значит, Бога нельзя было изобразить никак, потому что Бога никто никогда не видел. Но Исаия его видел. Нет, говорит, не видел. Единородный Сын, сущий Недриочем, он его явил. Здесь нет слова одного, то есть явил нам на земле. Как явил? В обыкновенном человеческом образе. С бородой, конечно, ни бритого, ни в галстуке. А вот как мы видим на изображениях везде. Другого образа мы никогда не видели еще. Почему Исаия не изобразил? Не было повеления. Зарававелев изобразил, и Иисус Сын и Афидеков изобразил, Соломон изобразил. Правда, Соломон кое-что сделал, потому что и не было показано. Но, видимо, дух пророчества у Соломона был очень сильно развит. Так вы считаете, что без повеления нельзя изображать? Без повеления образа Божия невозможно изобразить. И нельзя. В Луке было повеление изображать образ Бога Матери? Вот насколько образ Божией Матери дано или нет было, то, думаю, что по тогдашним временам фотоаппарата не было. И для человека, чтобы рисовать, нужно было позировать. Вот из этого заключаю, что это было не без ее согласия, и народ чтил всегда образ того, кто изображен. Так почитался образ Кесаря и других христианин, в противовес этому, другим божествам и всему показали вот наше христианское поклонение. Почему? Вот сейчас найдены изображения в катакомбах, там юноша один, ну, путем радиоактивного облучения, не могу, говоря, утверждать, но так пишут в газете, доказано, что оно относится к первому веку. Юноша изображен, колено преклонено, перед крестом. Изобразили его на смешнике, там у меня где-то стихотворение одно есть на это. Шутя перед крестом изобразили. Их называли, как Афанаси Великий говорит, крестопоклонниками, христиан первых. Они говорили, мы этого не отрицаем, хотя их называли назареями и гориллеянами, как позорная кличка была их. Это класс плебеев и презеренный народ. А теперь мы знаем, что это самое лучшее, говорит, друг мы, три грешника, вроде кличка была Христу, а теперь мы знаем одно из лучших имен Христа. Так и ныне. Крестопоклонники, он говорит, показывают, что мы чтим распятого и воскресшего, то есть того, кто принес искупление нам Христом. Так значит, все-таки, Игнатий Тихонович, вы считаете, то есть вы не можете достоверно, уверенно сказать, было или нет Луки такого повеления, но явно, что его не было. Если бы оно было, то церковное предание обязательно бы сохранило тие повеления. Это явно, что он сделал без всякого повеления или исполнил волю своего сердца. Так вот, воля своего сердца, она очень часто у святых людей, а лучше сказать, что всегда у святых людей совпадала с волей Божией. Вот мы знаем такие моменты уже из библейской истории. Ной благополучно переплыло табурное море, выходит и приносит Богу жертву, повеления нет. Да доброе дело, в общем-то, ценится не потому, что оно повелено, потому что не повелено, а ты делаешь правильно. Матери дорог не тот сын, который толкушками заставляет бегать, а когда он сам подсхакивает, мама, что нужно сделать? Мать такого больше ценит. Так делали все святые. Мы видим, что не было повеления Соломону сделать 12 волов, на них море, а это было образом будущего. Но однако написано, слава несравненного Бога наполнила этот храм. Во всей вот этой библейской истории до времен Христа мы читаем, очень много встречается, чего не было повелено, а делали они сами. И приносили жертву. Яков возливает там, когда бежал камень, поставил памятником и будет называться это место висит дом Божий, там будет лестница где-то стоять. Это не было повеления. Но Бог все это принял и написано обонял благоухание. Так вот это, что сделал Лука, в его биографии говорится, с каким благоговением он рисовал и как восприняли христиане. Это было не безведомо самого Бога и Божьей Матери и было воспринято всеми христианами равнозначно. То есть никто этого факта не оспаривал в течение двух тысяч лет. А отсюда все христиане заключали, что это было не без внушения Духа Святого. А сказать определенным голосом такого не читал нигде. Так вы все-таки давайте конкретно, Игнатий Тихонович, к этому вопросу подойдем. Давайте разделим на две стороны. Вот с этой стороны положим библейская, а вот с этой наша философская. Так вот наша философия, она должна служить, доказывать библейская. А когда получается наоборот, мы нашу философию пытаемся доказывать библией, то получается не вполне прямо. Сама библия учит рисов, рисуй или не рисуй. Рисуй. Где такая заповедь? Заповедь такая, 25-й исход, говорится, сделай изображение. Кому это говорится? Ну, тому, кому сказано было и не сделай, а потом сделай. Кто ты сделал? Так. А какое отношение так вам имеет? А к тому, что мы стремимся на небо, а там сделано по образу небесного. Вот поэтому это мы делаем, что раз мы в церкви, а церковь есть образ небесного. Так и делается. И вот второй храм, когда строят Зарававиль, 41-я глава, мы читаем из Икииль, 17-й стих, написано, и павильона было сделать изображение херувимов от пола до верха из двух сторон. То есть в греческом, вот в славянском, взять у вас библию, написано, сделай иконы от низа до верха. И в этот храм, во второй, Айгей пишет, придет сам Господь, желаемый народами, хотя этот храм, говорит, старики, когда видели, плакали, видели, что он далеко не тот по сравнению с Соломоновым. Но слава этого храма будет несравненно выше того, в него придет сам Господь. И когда Христос пришел, то он не мог не признать изображение, потому что он же отдал их план построения и изображений. Написано, введение было из Икииль, вы этого не отрицаетесь? Так вот теперь, кто и пытается прилиплять, что я скажем такими словами, к Библии, к философии свою, или отнимать, а нельзя не прибавить, не убавить, мы не прибавляем и не отнимаем. Говорим, что Христос вошел в храм, все тщательно осмотрел, и что не его, он прямо сказал, вот дом, дом мой, а вот вы вели, это ваше, это вот торговля и ваши валы, и то, что вы убиваете бессмертные души этим. А вот это икона, изображение, он ни сего не изгонял. Теперь 53 стих, 23 главы Буки написано, и апостолы ежедневно пребывали в храме. Читаем 3 глава Деяния апостолов, и Петр, и Иоанн шли в храм, сейчас молитва 9, то есть тот храм, который был с иконами, и апостолы ничего не отрицали. Точно так апостольские ученики не отрицали их изображение. Мы верим, что церковь Христа, она на земле осталась. Если не признавать церковь с 20 века, сразу судить на то время, ну это прямо повеление на это нет, ну нет, значит не надо. А что в Ветхом Завете оно было, указывало на что-то? Я вас теперь спрошу, на что указывали в Ветхом Завете изображение и на равнике имена? Отвечайте. Вы сбились с курса, Игнатий Тихонович. Или умышленно, или вы просто пытаетесь дело запутать. Вы говорите о том, на чем мы начали. Давайте не будем о равниках, мы начали разговор об иконах, давайте его закончим. Разговор об иконах. Это к иконам относится, вот в чем дело. Нельзя без этого отойти. Всякое изображение, какое на небе, оно было в храме. Имена были на небе, повторяю, вы упустили. Они были на равнике. Что они означали, эти имена? Для чего они нужны были-то? Тогда вы что берете? Одно изображение? Его не надо. А что носил? Золотая досечка, что на имя Господне написано? Но это было наяву, это было не изображение. Это был образ будущих благ. Вы объясните, что теперь должно взамен этого быть? Павел говорит, и все это было до времени исправления. Время исправления такое. Вот я исправлю сосны, исправлю на кедры. Скажите, как вы исправили? В церкви исправлено так. Ветхозаветные имена, теперь ветхозаветные изображения, потому что Христос вывел их на небо. Объясните, как вы сделали эти исправления? Как эти имена, на что вы исправили? На что вы исправили хирургимов и серафимов? И где образ Божий, который явил себя во плоти, показал себя ангелом? Покажите вы, теперь мы вам показываем, покажите вы. Я неумышленно ничего не искажаю. Давайте немного проще подойдем к вопросу. Чем запутаннее получается, тем непонятнее. Вот, допустим, возьмем мы плотской пример. Вы есть мой плотский отец. Приезжаете вы ко мне в гости, находите фотографии, вот брата Виктора висит, и в шляпе, в такой же шляпе, в какой ходили вы. И вот вы скажете, что это за человек? А я вам скажу, это мой папа. А на каком основании? На том основании, что шляпа-то, видишь, носил мой отец. Вам бы понравилось тие или нет? Мне не нравятся такие ваши рассуждения, потому что, если я говорю вам библейские, вы на все накладывали отпечаток библейского рассуждения. Я тогда полностью стал говорить, что Ветхозаветие все указывало на образ будущих благ. Нет, вы говорите, это запутанно. Для меня делается очень странным, как это библейское. Вдруг вам кажется запутанно, и вы хотите все эти рассуждения библейские шляпой прикрыть. Это нерассудительно. Если Ветхозаветие имели досечки золотые, первосвященники, и раз в год он входил куда-то во святая святых, если эта завеса в конце концов выяснится, что она означала плоть Христа, а вот эти скрижали указывали на самую плоть Бога, слово, которое придет и словом назовется. Корчев, спрошу, на что указывал, за которого погибло столько тысяч людей. Здесь вы уже начинаете путать. У нас имеется такая литература, но мы специально к этому вопросу не готовились. Если бы нужно было, мы бы нашли такую литературу протестантскую, какая объясняет все от дощечки до гвоздика. Если понадобится, мы ее найдем. Понимаете? Я не отступлю. Теперь мы давайте эти дощечки как гроб и гвоздями заколотим. Вы вопрос задали, неприлично от него отступать. Я по Библии вам доказываю, что так было в Ветхом Завете, так переходит в Новый Завет до времени исправления, и вопрос теперь к вам. Этот вопрос, какой вы сейчас задали мне относительно исполнения символов в Новом Завете, будет ответен завтра братьями-субботниками на беседе. Я сейчас из головы не помню, но знаю, что они знают. А нет вопрос, вам завтра ответят. Нет, не знает ни что этого. Другого толкования нет. Я спрошу братьев. Скажите, Ветхозаветнее было до времени исправления. На что она тогда указывала? На что указывали эти имена? На нанорамники, дощечки, имя Господне. Конкретно, где это исправление наступило, в какой момент? Что это мы еще будем обращать, что завтра придут еретики, которые еще дальше нас отступили от православной церкви, и они нам ответят. Ничего выше, а после завтра к коммунистам обращаться будем? Зачем спрашивать тех, которые душу не признают? Тут вопрос идет об объяснении, и вы считаете, что это объяснение имеет только одна православная церковь, а я вам говорю, что оно есть и в протестантизме, но на настоящее время мы к этому вопросу специально не готовились, и сказать, что его нет в протестантизме, это будет крайне неправильно. Хорошо, на каком основании тогда вы так вопрос задавали его? Значит, на что надеялись? Задавая этот вопрос, а потом назад, а мы к нему не готовились. Отвечать всегда труднее на вопрос. Я вам конкретно отвечаю, на каком основании вы меня давили на том, что, где в Новом Завете есть повеление. Я вам по Библии доказываю, что Бог, сделав однажды, показывает, как оно переходит в следующую степень и как будет образ небесного на земле. Теперь конкретно обращаюсь ко всем вам, где это время исправления Ветхозаветния наступило? Во что превратилось? Во что превратился ковчег? На что он указывал? На что указывали эти скрижали? Все Ветхозаветния, вот эти позвонки, яблоки, валы, что было в храме, это... Все есть объяснение, завтра оно будет объяснено. Не, ну так, скажите, справедливо ли будет... Человеком будет объяснено. Хорошо, но я знаю, что люди, которых епископ Иннокентий называет атеисты на религиозной подкладке, адвентисты, они не признают бессмертную душу. Ну могу ли я к бездушному человеку обращаться за объяснением то, что церковь знает две тысячи лет? Ведь эти заблудшие, они несравненно дальше вас еще ушли. Они не признают вечные мучения, которые дьявол признает. В этом рассуждении они хуже дьявола рассуждают даже. Дьявол говорит, зачем пришел раньше времени мучить нас? Они не признают. И вы меня к ним желаете завтра, я ночь буду думать, он придет ко мне, юритик, и будет объяснять. Оборони Бог от этих объяснений. Так а чего же вы тогда хотите от нас знать? Вот что хочу знать. Если вы не знаете и спросили, то должны вы согласиться. Нет, согласиться нет. Нет, с тем согласиться, что вы ответить не можете. А с тем, что мы ответить не можем? Мы об этом и говорим. А теперь спросите, зачем ждать юритиков, вы как разумный человек спросили бы, а как церковь понимала 2000 лет во что? Пока юритики еще не пришли и, говорится, нам дегтя не налили в наши сосуды, то спросили бы вы как разумный человек, а как церковь понимала все эти 2000 лет? Почему такой-то вопрос естественно вытекающий вы не задаете? То есть, если не удается победа в споре, то тогда и отступаемся, будем ждать, когда юритики разрешат наш спор. Ну, правильно это будет, чтобы вы сейчас сказали, когда как же церковь понимала? Так, играть не подогнал. Я немножко поправлю. Ну, вопрос об еретиках, вы конкретно так говорите, вот это еретики, это нет. Ну, хорошо, это вы так верите, что это еретики. Но для нас это еще вопрос, мы исследуем все. А подвиньтесь, так вы уверены, что еретики или нет? Я сейчас не об этом говорю, речь, не в этом. Что я уверен, что я не уверен. Я не уверен сейчас, допустим, в некоторых истинных, я хочу их выяснить. Поэтому, ну, сейчас так вопросы ставить просто не будем. Кто и реки, кто и не реки. То есть будем нейтрально, если мы уж мы так рассуждаем, друг друга признавать, так лучше будет. Причем, я-то сам еще, я просто от этого имени не выступаю, я как сомневающийся, так считайте. Вот я пришел со стороны и слушаю, и мне интересно. Я хотел бы еще кое-какие вопросы задать. Вот, значит, рукоположению отдается такое, ну, такое важное место. Ну, самое важное, можно сказать, да? В нашем разговоре, может быть, только с моей стороны, как самое важное, потому что, близко зная баптистов, я не говорю об адвентистах, потому что это законченные еретики. И большего зла ни один, никогда, ни коммунист, никто не сделает, как они изнутри церковь разрушают. Даже баптистам это тоже известно, что они делают. Так, конечно, между нами сейчас это главный вопрос, потому что вы признаете Святую Троицу. Самое наиглавнейшее, что у вас есть, это признание искупительной жертвы Иисуса Христа как единородного, равного и нераздельного Святой Троицы. В этом мы с вами в полном смысле братья. Теперь вам всего не хватает от таинства, а все таинства упираются только в рукоположенного священника, остальное идет только от него уже. Все таинства в священство упирается. Это первый суть. Еще вопрос. Кстати, Володя, ты уже задавал, нет? Старше, позволь закончить вопрос этот. Вы как слушали все это дело. Почему такой в конце вопрос этот не повернулся на то? Хорошо, мы не знаем. Признался человек, не зная, и сказать, ну давайте, пока еще еретики нас совсем не затуманили, узнаем, как понимала православная церковь. Если от лица можно так выразиться или нельзя, от лица церкви, как бы я объясняю это место. Почему в конце концов и не дать концовку этому вопросу? Ну давайте выслушим, как понимала церковь. То есть великие мужи, о которых мы слышали уже не раз. Хорошо. Эту концовку, в общем-то, в ходе беседы, ну в ходе того, какие-то... Все дружно. Все дружно мы ее выслушили. Володя, погоди. Концовку этого вопроса, в общем-то, мы уже знаем. И сам вопрос, как давались ответы, то есть мнение православной церкви мы знаем и получили ответ. Теперь непонятно, я сторожно остановлюсь на этом. Почему мы должны ждать завтра, когда придут юридики с какими-то своими бумажками и они дадут нам толкование? Почему мы должны ожидать этого восхода за рейс, завтрашного, от юридиков? Вот это не могу понять. В общем, чтобы баптисты ссылались на приход адвентистов, лично впервые встречаются. Никогда не встречался с этим. Но никто еще не ссылается, в общем-то. И если Володя так сказал, он сказал, что есть объяснение в протестантизии. Есть объяснение. Насколько они правы, насколько они неправы, мы об этом речи быть не можем. Просто говорим, что есть объяснение схемов. То есть сейчас об этом вопрос. У меня вопрос будет. Значит, в 1054 году церковь разделилась, да, на католицизм и православие. Так вот, католики, как нам известно сейчас, они не признают православных, не признают за церковь. Это верно или нет? Неверно. Так, какой ответ будет? Журнал Московской Патриархии, 1971 год, номер 7. Там говорится о том, что сейчас православный христианин может прищищаться у католиков в гнице православных храмов, не переходя в католицизм. Точно так же и католик прищищается у православных. То есть, полное признание евхаристического единства. С какого года это признание наступило? Собор 1871 года, еще раз повторяю. И это же по отношению старообрядцев православных, приемляющих христианцев. Как католики к этому относятся? Со стороны католиков? Я обо всех не могу сказать, а с какими хсензами я встречался совершенно одинаково. То есть, если мы выразили желание у них причаститься, а говорим, а если бы вы у нас сейчас были там, он в равной степени приемлет это таинство, и вот ездили патриархи, там сказать, эти епископы, когда ставили они Папа Иоанн Павел I, Павел II, православная там, в числе тех, кто у них где как располагается по Фину, среди братских церквей, православные находятся вслед за ними, насколько мне известно. Хотя православная русская церковь среди православных, она как бы в пятом чину. Так, значит, еще вопрос. В этом же самом 1054 году было произведено взаимное отлучение. Да? Такое было или нет? Видите как, вот сказать словом отлучение, ведь тонкость уже в богословской, может быть, даже и казуистики. Тогда скажите, как, ну, тогда скажите, что было произведено? Что произнесено? Анафема на определенное мнение. Тут так. Неподчинение решению Папы. Папские легаты во время, когда, ну, шло богослужение, они написали там свои все в несогласии, но они же вместе служили, церковь была единая, и взяли эту свою булгу, все назовемое, положили прямо на престол. Недолго размышляя, патриарх Фоти отлучает их, запрещает служение. Я недолго думаю, отъезжая к Папе, но назревали между ними разногласия уже не один год. И они взаимно, если так выразиться, накладывают анафему друг на друга. После этого еще будут некие примирения, в дальнейшем будут расхождения все дальше и дальше. Раз они уже перестали встречаться, здесь уже будет разномыслие на некоторые догматические вопросы, самое главное это филиоква, исхождение Духа Святого Отца и наукатоликов. Это самое большое расхождение. Потом католики будут изменять символи кое-что, но не православное. Вот в этом вопросе, если касается соборных постановлений, не поврежденным, а ставится только православие. Ни единой буквы не изменилось. То есть на протяжении со времени разделения, когда действительно уже существовали две церкви, католическая и православная в полном смысле этого слова, где была истина? Истина была там и здесь. Истина всегда оставалась истиной, но не истина служитель истины, человек. Вот от нашего нетерпения, а главное из-за чего у них расходилось, вот приезжают епископы, возникает какой-то шор, трое на трое, но вот если в той тройке был папа, тот приоритет отдавался ему. Если был званый овец, но я все беру в таком простом смысле понятном, то папа должен сидеть на главенствующем месте. Ну, кажется, совсем детские вопросы такие, но они решались в таком рассмотрении, что ключи, которые Петр получил, они переданы только римскому папе. Он является над всеми хозяином, над епископами. А другие епископы говорили, а Александрийский, Иерусалимский, они ничем не ниже его. То есть в церкви трехстепенная иерархия. Диакон, пресвитер и епископ. На каком основании в библейском вы епископ поставите выше пресвитера? Ну, как написано? Где так написано? Прочитай. Ну, что на библейском? Библейское, во-первых, это только новозаветие. В Ветхом Завете эти слова совсем не встречаются. Давайте на Новом Завете. Притом, в Новом Завете с первоапостольской церкви в первое время вот Тимофей берем мы. Опять же, кто такой был Тимофей? Вот я вас спрошу, если вы ничего кроме Нового Завета не имеете в руках, не знаете истории церкви, имеете Библию. По одной такой, сейчас Библию рассуждать, вы на эти вопросы не ответите. Кто такой был Тимофей? Почему к нему обращается апостол Павел? Рук ни на кого не возлагает поспешно. Когда мы читаем биографии его жития, то видим, что Тимофей был рукоположен апостолом Павлом, не ради пребывающего в тебе дарования, которое через мое рукоположение, возложение рук. Он был епископом. Когда апостол Павел обращается к Титу, один пять, и говорит, я для того оставил тебя на крите, чтобы ты докончил, что, поставил пресетеров по всем городам. А как? Ну, там написано в Дианих апостолов и рукоположили пресетеров в каждой церкви, только через рукоположение. Смотрим мы биографию Тита. Кто такой Тит? Где он родился? Биография его говорит, что он являлся епископом острова Крит. Вот откуда мы узнаем. А из Евангелия вы не узнаете, кто он был. Прямо говорится к нему, для того тебя оставил рукополагать. Почему? Возьмем как рукоположение за благословение. На это есть очень сильные указания. Не ради о пребывающем даровании, которое в тебе через мое рукоположение. А без всякого прикосновения меньше благословляется большим. Пресетера известных, кто выше пресетера? Все знают, что только епископ. Хотя в первоапостольской церкви названия епископ и пресетер часто менялись местами. Никто еще не знал. Епископ это хозяин. Хозяин и проще сказать даже эконом ответственный за материальное обеспечение всех вдов и сирот, которые были в этой местности. Вот что главное. Но постепенно это уже отделялось резко, что епископ это относится к третьей степени, которая сейчас называется епископат. А пресетер отделилась на вторую степень. Если сейчас какой-то из епископов соделает что-либо противное по отношению к церкви или по отношению к ее высшему помазаннику патриарху и патриарх отлучает такого епископа, имеет такой епископ право на дальнейшее священное действие или нет? Не имеет. Но это есть особое правило. То так. Допустим, берем не просто маленькие какие-то прегрешения, а большие. Если человек впал в прегрешение прелюбодеяния, обыкновенный неренин отлучается на 12 лет. Правила есть на это. Срок точно на все указан, как уголовный кодекс. Но это при условии, что если все эти 12 лет он будет слезно плакать. Притом вот это отлучение, оно разделилось поэтапно. В числе преподающих. Дальше три года в числе плачущих. До определенного момента оглашенный изъедитель в литургии он обязан был выходить. Если в этот же грех впадал пресвитер, диакон или епископ, то его не отлучали. А только запрещали служение, лишался сана. Почему? А оставался в числе прихожан. То есть мог пресвищаться. Два наказания за одно преступление никогда не накладывается. Но когда он запрещен служение, если он дерз в него служить, тогда он всегда запрещается и отлучается. Это второе наказание. И это наказание будет даже больше того, когда он впадал в грех. А если, к примеру, он себя не считает виновным, но патриарх со своей стороны видит, что он виновен и снимает с его сан. Считается ли сан снятый? Так не бывает. Сан не снимается, он запрещается временно в служении. Вообще такого не бывает. Сан снимается конкретно за какой-то только грех. Патриарх может... Но отлучение от церкви, оно автоматически не снимается? Нет. Неправильное оно неправильным остается. Незаслуженное проклятие не сбудется и улетит, как воробей и упорхнет. Так вот, если он в чем-то не согласен с властями здесь было, его заключили в Жоровицкий монастырь, но он епископом и остался. Сан с него не снимается. Имел он право на рукоположение дальнейшее? Имел такое, если будут двое или трое. Но здесь еще одна тайна. Согласно правил, если он сам добровольно говорит, я не хочу быть епископом, то есть меня этот сан снимите. Вот такое правило есть. Я, говорит, пойду простым монахом, хочу уйти и где-то отдельно подвязаться. Он мог уйти и подвязаться и быть епископом. Но он просит. С ним это случилось. После этого хотя бы его призывали и он желал, возврата назад уже нет. Дважды рукоположение не совершается. Запрещение только за какой-то грех. А за то, что он не угодил или не понравился, это нет. Его в данном сане сослали епископом. Десять лет от двух вернулся, опять будет епископом. А пока он был там епископа, два или три в лагере, они могут там рукополагать, еще после себя оставить, сколько же желают. Найти только достойных. Согласны, как написано, какие должны быть? Значит, как я понял, что практически епископа отлучить невозможно от церкви, никак. Нет, вы совсем не поняли. За грех он отлучается сразу же. Не за грех его отлучить невозможно. То есть, не угодил он патриарху или вышестоящим начальникам, или органам, или уполномоченному. А как власть погода переменилась, власти говорят, да выпустите его, он опять епископ. Вот сколько во времена Сталина ссылали епископов, сидели они по тюрьмам, и там некоторых казнили, но некоторые вышли через 30 лет, и они опять стали епископами. Сам ни с одного не снимался. Некоторые из них были запрещены в служении даже, ну, прямо на них накладывали такое наказание патриарх будущих, серьги и другие, но сам не снимался, запрещались в служении. В это время он ничего не должен был делать, и они все выдерживали. Вот это нужно иметь, а как нельзя отлучить, если он согрешил брудник или убийца, все, сразу же на него это правило, а правило есть. Снимается. Отлучить можно. Он не отлучается, сам снимается, если второй будет грех, тогда отлучается. Я понимаю, но отлучение на него действует как снятие сана. Да. Как снятие сана. За преступление какого-либо правила он на него действует, на мирянина отлучения в церкви, то есть не может быть, а он может быть как простой мирянин. Как простой мирянин. Сан снимается. Уже возврата в это состояние ему нет. Значит, исходя из этого, и переходя опять к тому году, когда было разделение католиков и православных, католическая церковь, будучи в большинстве, отлучила православную, то естественно с епископов снялся весь сан, и они не имели права дальше священно действовать. Нет, не снимался сан. Этого не было. Отлучение подействовало как снятие сана, как мы сейчас договорились с вами. Нет. За преступления, за правила, которые указаны в намоканоне. Ни одного правила этого не было указано. Здесь только личные оскорбления. То есть во время служения, когда нельзя было прикасаться никому к алтарю, они в это время написали на патриарха Буллу и положили ее на престол. За дерзость. Здесь против меня они сделали. Но против канонов церкви они нарушения никакого не сделали. И при том так. Отлучать может только тот епископ, в ведении которого не находится. Здесь было нарушение уже сатарны патриарха. Он не может этого делать. Вот теперь такие правила. Я скажу примерное количество. 986 правил на семиселенских деревьев поместных соборов. Отлучает на 18 лет. За то, что ты шептал, допустим, лечил. Шептунство. Это один из самых страшных грехов считается. Если ты этого не делал, а ходил и ребенка носил. Вот бабки носят. Парасану церкви. Пять лет. Если этого не делал, а только эту шептуху пригласил и напоил, накормил. На два года тебя уже отлучать. Правила они не действуют сейчас, потому что мы все окоростовали. Но вот есть такие правила, которые как будто человек ничего не сделал противозаконного и сам снимается. Допустим, священник овдовел. Он должен принять монашество. Не принял и говорит, а я хочу жениться. Женится и сразу сам снимается. Он в числе прихожан будет. Он в преступлении никакого не сделал. Отлучать нечего. Но двоеженец не должен быть. Тут то правило, которое указано по апостолу Павлу. Не должен быть двоеженец. Вот здесь отлучение, оно было на человека наложено несправедливо. Вот есть одно из всех правил. Одно правило, которое не давало покаяния даже при смерти. То есть покаяния было, но принятия не было. И после этого правила написано. Святые отцы говорят, мы признаем святость учителей этих, но не признаем, на каком основании они так сказали. Если будет просить покаяния, прищищения и даже при смерти не давать. Только одно правило существует. И оно недоуменное, непонятное. И так с этим столкованием недоуменным так и идет вот уже полторы тысячи лет. Только одно правило, которое не дает возврата назад. И оно касается епископа. Когда он написано, по-славянски, наскакивает на другую епископию. Приходит туда, вот допустим, сейчас Алма-Атинский бы, на Казахстан, на один и тот же, на Ташкентскую. И там начал бы распускать. Варфоломей плохой, вы его уберите, а меня зовите туда, я у вас буду. Вот это за этот грех. По-нашему вроде ничего особенного нет. Но в этом видели грех разделения. Тело Христова, это церковь, и приравнивалось как к распинатию Иисуса Христа. Только один пункт, одно преступление, почти из тысячи преступлений, так высоко расценивался. Теперь приходит человек какой-то и говорит, я и священник. Так вот, если он без ставильной грамоты, без отпускного оттуда пришел, и ты его принял, а он был отлучен тем епископом. А ты, епископ, и принял его. Запрещаешься ты в служении вместе с тем, кого принял. Такое правило. То есть здесь все сделано, чтобы нигде отлучения никакого. Он на отлучении, значит он нигде уже не может пристать, никуда. Он не может ни рукополагать, сам не вести ничего, пока это не будет утрясено. Если это за грех. Если епископ отлучен, он сразу подает собор в местности своей, как вот, допустим, православная. Те рассматривают собор епископа, свидетельно законно, отлучение недействительное. Но сам по себе это время, он должен обязательно позаботиться, собрать собор. Так что, когда католики на православном фоте и сказали, у него местные свой собор рассудили, что папа сделала того гневе нерассудительно. Папа фоте и сказал на патриарха, на папу, папа собирает и говорит, из-за моих легатов, и на меня отлучение накладывают. Справедливо, и тебе говорят, нет, не справедливо, сделано в нерассудительном гневе. Эти как церковь предусмотрительно, опять же, осторожности относятся к этому. Личная твоя амбиция, она не возобладает над правилом. На тверхах произошло. Да. Тем не менее, разделение было. Мы видим, что православное и католическое, они разделились. То есть, фактически, действие произошло какое-то. Тело Христово, как разомаривалось. Ну, как-то это непонятно. Мы видим только внешнее, но не видим внутреннее. Сохранилось рукоположение и желание всем быть со Христом. Признание Святой Троицы и рукоположение сохранилось у тех и у других. Это наше личное недопонимание друг друга. Да, еще вопрос. Но дело в том, что как раз во время этого разделения, ну, была такая неприязнь друг к другу. Вы не станете отрицать, что это было и у католиков, и у православных. То есть, всякие полемика там, ну это ладно. Но именно вот такое отношение, вот ты католик, ты православный. А мы заповеди какие читаем? Что браки, церковь. Как же так? А вот так. Когда скудоумный Раваам, так написано в премудрости Соломона, воцарился после Соломона, и произошло разделение на десять и на два. Ну, в большинстве своем десять казались сами себе правыми, допустим, как католики, хотя это к настоящему рассуждению разбежерстника, только к протестантам относится. И Раваам решил пойти на войну. И в это время приходит пророк и говорит, не ходи, от Бога это было. Удивительные слова. А разделение Израиля произошло, и пророк от имени Бога, и мы верим, что так и было. А это было от Бога. Вот разделение. Но вы, братья, на войну не ходите. Разделение произошло, Богом допущено, а то, что вы враждуете, это не от Бога, это ваше, и за это вы ответите. Но и тогда находились люди, которые стремились на самые близкие единения уже в те веках, в XII веке, как Блаженный Феофилак, архиепископ Болгарский, которые прилагали все усилия, чтобы не было никакого поношения. Одних и тех же святых отцов мы признаем, но и тоже у нас священное писание и предание. Одинаково чтим мы Божьей Матери святых мучеников. Нам делиться всем нечего. Это только наши амбиции здесь вот взыграли. А когда уже стали проливать кровь друг друга, а проливали-то не православные католики, то это разделение еще дальше шагнуло. Крестовые походы по пути можно и Софию разграбить. Хорошо, еще вопрос. Значит, благословение. Рукоположение – это своего рода благословение, так? Это и благословение, и особый дар на совершение тайны. Все. Теперь, если священник живет в явном грехе, то сохраняется ли это благословение? Сохраняется. Это одно из самых непонятных явлений, какие мы встречаем. Я еще буду тогда, прежде чем объяснение. В Библии ясно есть стих, что, значит, неблаговидная жизнь священства при такой жизни. Господь, Он проклинает их благословение. Показать место? Малахия, 3 глава. Да. Как это, понимаете? Да вот там написано, на что благословляет, на преступные дела. И поэтому Бог не благословляет, а проклинает. Не вообще. А что это так, мы посмотрим на первосвященника Ильи, на двух его сыновей, Офни и Финиес. Хотя они были правильно поставлены и помазаны, как должно. Но, однако, людей, написано, отвращали от жертвы незаконной жизнью. Спали с женщинами, приходящими к храму. Еще прежде принесения жертвы, вилкой залазили в котел. Но люди-то невиновны, и нигде не написано, что жертва через них неприемлема была. До времени, пока Господь не поставил конец. С этого момента Господь выдвигает уже других. На это святые отцы отвечают так. Да коли терпит Бог, терпи ты. Но говорят, даже кажется, небольшое такое отступление. Если в среду и пятницу священник не постится, от такого не должны причащаться. Но не говорят, что оно не действительно причащит. А чтобы ты сам этим не заразился, его отступничеством. Видишь не таковой, не распускай город худую молву, причащайся от другого. Но благодать действует независимо от того, как живет священник. Зато вот говорит, наша праведная жизнь ничего не добавляет к благодати Божией. Это в наших глазах мы кажемся себе праведниками только. Хорошо, спасибо. Еще вопрос. Значит, плоды жизни. Сейчас коснемся этого вопроса. В баптизме, например, и в православии. Ну вот, сравнивая жизнь баптистов и сравнивая жизнь православных. Расскажите мне, какие плоды в православии, и чем они отличаются от плодов в баптизме, и больше ли они, или меньше, или как. Если смотреть по внешнему, в баптистке плоды лучше. У баптистов не пьют. Если пьяного встретили, то на замечание поставят, а если не поймет, то и отлучат. У нас священник говорит, налагаю на тебя я и пятимью. Допустим, вот три-четыре месяца ты не будешь причащаться. Если не справишься, то на два года. На это у нас есть правило. Хотя, вот сколько они беседуем со священниками, они говорят правило, они вот по тем временам, а сейчас вот я его если не допущу, он совсем уйдет. На это затоусту так же говорили. Вот ты их отталкиваешь, они уйдут. Он говорит, пусть все уходят, никого не держим. Мне не надо нечестивых. Пусть будет один исполняющий воли Божьего, чем десять тысяч нарушающих ее. Баптисты не курят, а у нас есть и священники, которые курят. У баптистов не ругаются матерным словом, а у нас есть ругается и бабушка, не только по праздникам, а по будням. Если по внешнему смотреть, да, баптисты живут праведнее. С чем это связано? Скажу, что больше всего нравится у баптистов. Это конкретно, явно линия перехода от и до. Но вот сейчас от этого момента я могу сказать, я каюсь, я покончил со старой жизнью, я хочу жить во Христе Иисусе. У нас этой грани от приходящих не ищут, ее нет. Причина, думаю, от невозрожденности священников. Он не знает, чего и просить. Но он же зачем-то пришел, обычно так отвечают. Если бы он не пришел, а то ведь просит крестить, почему бы не крестить? Так он еще даже не знает, кто такой Христос. Его спрашивают, кто Христос, он говорит, наверное, астронавт какой-то. Даже такие слова отвечают. Сам слышал. Но вот если взять конец, и как будут выглядеть там баптисты и православные, то результат может быть совершенно противоположный. Хотя здесь по внешнему баптисты в большинстве своем отличаются. Потому что если судить по тем грехам, о которых я сказал. Но кроме этих грехов, еще есть грехи, о которых Христос сказал, из сердца исходят. Мы взяли то, что в сердце входит. Пьет, курит, то есть внутрь человека. А если что изнутри, то баптисты здесь сразу же проигрывают. Маленький пример. Объясни, да, пожалуйста. Например, такое. Православная бабушка, вот она ходила к баптистам. Сводили мы ее. Она говорит, а у баптистов рукой не молятся. Я не заметила. Она видела, как по точкам утирались, но все-таки это не крестное знамение. Нет, не молятся рукой. И ее прекратились расспросы. На это же самое баптисты начинают извращать священное писание. И все бабушки и так научены. Бог не требует сужения рук человеческого и к ложным пониманиям, вот вы дальше сказали о философии, это как раз свойственно сектантам, но не православным. Своей ложной философией, этими софизмами, находить как будто бы оправдание из писания. Вот видите, не требует Бог сужения, а они рукой крестятся. Второй момент. Православная бабушка зашла к баптистам и говорит, а у баптистов вот разносили и сказали, тарелкой с хлебом никого не обнесли. У меня есть запись, это даже. Не говорят, что телом Христовым никого не обнесли, они так и сказать не могут, потому что таинство они сами не признают. По их вероучению, как написано. У нас есть в писанном виде, недавно даже вновь изданное. А потом, вином никого не обнесли, свящавшись вином, у нас не так. Сложи руки крестообразно и повторяй, священник говорит за мной, сие есть самое причистое тело твое, сие есть самая честная кровь твоя. Так вот, православная бабушка на обыкновенное вино ничего не сказала, говорит, а у них причастия нет. То есть она сказала то в вопросе, что баптисты утвердительные говорят, у нас нет это, у нас только воспоминания. Это их учение, здесь ничего не прибавляется. Баптисты на это, я с кафедры слышал, применяют то, что говорится в 17-18 главе Откровения. Я не говорю этого. Это может сказать только дьявол, и то в помешательстве своем. И все это прилагает, и фяшва, и прочее, все, что в лудни задержат, прилагает к причастию. Это уже даже и не помешанный, полностью одержимый человек, говорит, с кафедры, слышали неоднократно. А она ни пьет, ни курит. Еще бабушка пришла, вот это и говорит. А у баптистов икон нет, у них некуда и помолиться. Но по ее понятию это действительно так. Ну что я говорю, зашла как в могильный склеп, все везде, стены голые. Так вон надписи. Да что, цветочки изобразили, а Христа нету. Творения есть, творца нет. Но она больше ничего не сказала. Баптисты на священное изображение Христа не только говорят, но и кощунствуют. Если заглянуть, так стоила так жизнь 50 тысячам, а прикоснуться к смерти Озы, то что стоило бы, если бы стал хулить и бить, как баптисты хулят иконы, бьют, рубят их и издеваются и ногами топчут. Это все есть. Вот сидит ее отец, перешел в 50-ники, только что сжег иконы, к нему едем. Так что, если брать даже потому, что мы видим, а это злобность их, непримиримость, злословие друг друга, что есть. Вот это разделение. Ябедни филейстик сотни через друг на друга в органы ходят. Лично знаю этих людей. И при том с кафедры. Какие поношения они говорят на православную церковь. Но даже других не брать у нас. Как будто все тихо, не пьет, не курит. Вот у нас Шелковников Саша. Беру свою общину, баптистскую, зарегистрированную. Написал стихотворение он. Но оно и стихотворение никудышное. Пресетер не дал. Он трехэтажным матом загнул, подошел, дал ему и кулаком скафер дыло его. И тут вот такая свалка, скамейками начали драться. Это все при мне было. Вот она вся святость. То есть он без там и сидел. Так его приглушили нам немножко. А у нас негде воевать, негде стишки рассказывать. Второе. Я назову вам прямо не как-то, по именам и фамилиям их всех. Сережа Толстенко. Три жены, от всех трех одного возраста дети, и все члены этой общины. Но такого в православии на две тысячи лет еще не слыхали. Так что напрасно нам надувать на пустом-то месте. Если по святости, то ничего не выше вы имеете. Не пьете только и не курите, не материтесь, может быть. Но и у нас не все этим занимаются. А то, что у нас бабушки есть, которые посты все соблюдают, множество, которые все имение свое раздали, и ни детей, ни отца, ни мать не поставили выше Христа. Таких мы у баптистов еще не видали. У нас есть кому подражать. Так что по плодам, если судить сегодня, то скажем на последний судный день. Пьяница любой вызывает священник Анадам. Он раскаялся, желудок сгорел, у него он пить-то уже не может. А пить-то не может уже рак легких, это курить. Он покаялся, теперь он плачет, а Бог милосерд. Он причастился, он в истинной церкви. Баптист самый святой, назовем, как он жил. Он в ересе, если пребывал в ересе и умер, умер без причастия, без расповедания. Вот конечный результат. Так что если по конечному результату судить, то можно только вздыхать и ахать. А хвалиться совсем не так. В отношении вас сейчас, вы задели плодов, и вы относительно Саши сказали, рядового какого-то, может быть, недалекого брата, который поступил так, что ударил пресвитера. Два раза эта драка была только при мне. А его перед этим травили меня бить. Но Бог воздал им его же рукой. Понятно. Значит, вы это относите к нехорошим плодам баптизма. Но когда ваши святые отцы на разбойничьем соборе били друг друга, на которых вы сегодня основываетесь, вы к каким плодам сие относите? Разбойничьи соборы не признают епископы. Православная церковь их и назвала. Вы бы не знали, как их назвать, если бы не услышали от православных. Так что ваш-то голос, прозвучавший через полторы тысячи лет, он уже ничего не значит. Как раз православные соборы и признали их разбойничьими, которые так делали. А православные никогда так не делали. Кто там участвовал? Да кто участвовал? Еретики участвовали, они приходили с воинами и с мечами, как златоуст, приготовил 3000 человек к крещению, а купеля красилась кровью. Да кто это делал? Те все отлучены от церкви, и их имена, говорят, преданы забвению. Это те, которые сегодня вот так делают. А в церкви таких нет, напрасно это. И никогда таких не было. Православие на тех соборах не участвовало. Оно было как гонимое и терпело удары. Они участвовали. И тот собор не издал ни одного правила. Был на 5-м Северенском соборе. А на других этого не было. Вы сейчас называете все эти факты, но здесь не меньше таких фактов, что и в православии. Вот допустим, хотя бы отец Геннадий. Он прямо говорил. Если ко мне придет православный, скажет, вот я православный, то я ему не дам, говорит, ключи. От квартиры. От квартиры. Ну, не доверяю. А если баптист придет, да, я в его честность верю. Так честность, это внешняя, что ли? Вот это вот, вот эта жизнь. Продолжение следует.